обожаю приезжать на океан ранним утром когда все еще спят я один на берегу вот здесь залив туман стоит идет мелкий 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 дождик но он должен закончиться где-то через час прям душа поет может воздух свежий довольно таки тепло градусов может быть 12 я приехал за крабами не было уже несколько месяцев последние два-три раза приезжал это было месяца три назад и крабов вообще не было поэтому не знаю сводки не читал ничего не знаю есть краб нету краба приехал как говорится с разведкой посмотрим в принципе уже то время года когда краб должен появиться снова ну каждый год по-разному иногда бывает так что крабов вообще нету иногда можно лимит что 12 штук на человека в день собрать ну я не знаю в течение получаса 40 минут больше времени занимает вот эту подготовиться вот эту лодку накачать зарядить краболовки курицей и так далее сейчас накачаю лодочку займет минут пять краболовку у меня две их в машине вторую вот сюда я принес начну с одной если краб есть сразу достану вторую а если нету то есть смысла нету как говорится заряжать вторую краболовку ладно посмотрим сейчас накачаю и отвезу залив накачал рыболовку положил на нее у меня здесь специально такая палка чтобы когда клетку класть она во внутрь лодки не переворачивалась иначе мешают потом при гребле и поехал вывозить погода какая замечательная дай бог продержится пока ветер не начнется я буду очень рад хотя бы часика полтора охоты течение пока не сильная сторону океана во время отлива но сегодня сегодня будет негативный отлив поэтому я думаю что она начнется более более ускоряться ладно далеко возить не буду потому что еще глубоко боюсь у меня утонет клетка не хватит длины веревки посмотрим а нет всего дно ладно пройдет минут десять вытащу первый раз посмотрю пеликаны летят все таки в таких случаях мне надо нужно камера которая сильно увеличивает надо будет приобрести и все как-то руки не доходит но вот было очень хорошо приблизиться когда они летят а он и полетела серая цапля природа просыпается вон там голова котика он еще пеликаны летят я не знаю видно или не видно ладно еще минут пять и попробую вытащить первый раз рыболовку а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Теперь потихонечку тянем за веревку. Продолжение следует... Кто здесь... Пару самцов, но только один может быть подходящий. Ну что, все равно неплохо надежда на то, что потом подойдут покрупнее самцы. Продолжение следует... Я практически уверен, что он будет правильного размера, который можно брать. Ну вот этот самый большой краб из этих всех. Сейчас замерим, подходит он или нет. Замеряется вот отсюда, отсюда, вот до этого угла. Вернее, вот отсюда, с этого угла, вот до этого угла. Так, ну-ка... Да, он подходящий... Только-только... Вот здесь... Вот здесь... И вот... Вот от этого места, вот до этого... Дистанция должна быть... Больше. Все, он хороший. Его берем. Ура, первый краб. Ну а эти два, которые поменьше... Я их выбрасываю в воду. Тоже самцы, брать можно только самцов. Сам их брать нельзя. Вот я их выбрасываю. Ну ладно, заряжу вторую клетку. Буду пытаться поймать. Но беру воды в кулер. Так, краб будет дольше жить в ней. Чтобы ему не скучно было. Водички в своей натуральной среде. Вот так вот. И оставлю здесь на берегу. Ну что ж, первый краб. Небольшой. Но ничего. Уже начало есть. Курица крепится вот таким вот жгутиком пластмассовым самозатягивающимся. Курица, правда, еще у меня замороженная, правда. Не знаю, дотянется у меня. Жгут не дотянется. Нет, придется, мне кажется, положить воду, чтобы отмокла немножко. Пускай полежит. Минуты три-четыре. Она быстро отойдет. Ну вот, курица немножко отошла. Уже, мне кажется, жгутик дотянется. Такими пластмассовыми жгутами пользуются очень электрики. Те люди, которые проводят кабели. Очень удобная штука. Держит хорошо. Краб курицу вытащить не может. У меня еще такие позатижи здесь есть, чтобы удобнее было затягивать. Вот так вот. Ну и все. Ладно, пойду эту вторую краболовку закину. Забрасываю вторую краболовку чуть выше, чем первая. Главное, чтобы она опустилась на дно курицы вниз. Иначе, если курица окажется наверху, то они просто будут ее снаружи обдергивать. И все потеряет смысл. Вот один у меня поплавок, а вот второй. Подожду еще минут 5-7 и снова попробую вытащить. О, какая замечательная погода. Ветра вообще нету. Тишина. Тишина. Просто чудесно. Я прямо рад, что я приехал сегодня. Голова котика. Воздухом дышит, набирает легкие. О, пошел под воду. Буду вытаскивать второй раз. Оп. Травы набивается много на поплавок. Или как его, буй еще. Так. Краб любит, когда есть движение воды. То есть, когда вода стоит на месте, краб особо не двигается, не питается. А когда есть движуха какая-то, то он любит покормиться. Так что все время... Я люблю ловить на отливе. Некоторые любят на приливах ловить. Вода сегодня чистая. Я даже вот краболовку вижу. Отсюда, правда сложно сказать, есть тут что-нибудь или нет пока. Но вроде что-то есть. Сейчас буду поднимать. Ага. Так, но чувствуется тяжеленькое. Так что, я думаю, несколько крабов есть. Ага. Так вот. Ну, по-моему, может быть, один самец, которого можно взять, остальные самки или недороски. Посмотрим. Надо будет замерить. Да, травы сегодня много. Ну ладно. Вот тот, который полез сюда в дальний угол. Тебя мы выбросим сразу. Ага. И сразу видно, что маленький выбрался. А вот тот, может быть, будет на границе размера, который можно взять. Ага. Ага. Так, я сразу вам покажу вот этот вот самец. Вот у него такой вот, вот этот флаппер или какой-то, я не знаю, хвостик назвать можно еще. Он такой острый. А у самки, где тут самочка? Вот это, по-моему. Нет, это тоже самец. Что, одни все самцы, что ли? А вот самка, по-моему. Да, вот самка облидают быстро. Курица. Надо почаще будет проверять. А вот у самки, видите, он такой широкий. Это, как бы, основная черта, как можно определить самца от самки. И у самки обычно спина, она более такая выгнутая. У самца она по площади. Ладно, самка обратно. А это сейчас замерим. Посмотрим. То есть, мерим опять вот отсюда. И вот до этого угла. То есть, он чуть-чуть больше. Где-то на полсантиметра. Ладно, берем некрупные, но что ж поделать. И что тут еще? Еще один самец. Но этот, наверное, будет меньше, чем нужно. Брать их нужно обязательно сзади вот так вот. Иначе тяпнут мало не покажется. И опять меряем от этого угла до туда. Надо, что ты будешь не хочет. О, тихо, осторожно. Неудобная мерилка. Надо будет обрезать ее. Слишком длинная. Да, но он маленький, я вижу сразу. Все, выбрасываем. Вот у меня пока два краба. Прошло где-то минут двадцать с тех пор, как я стал ловить. Ветра пока нету. Пока хорошо. Хотелось, конечно, чтобы... Особенно с утра хотелось бы, чтобы крабов было побольше. Потому что обычно они любят по утрам. Не так, как говорится, боятся всего. Посмелее залезают в клетки. Ребят, обязательно. Вот смотрите, у меня такой вот спасательный жилет. Если что, дернем за эту веревку. Он должен надуться внутри баллончик. В крайнем случае, если баллон не подкачал, вот есть такая труба, которую открываешь, и можно через нее вот так вот надувать воздух в жилет. Это обязательно. Как бы случаи всякие бывают. Я хоть здесь уже этим делом занимаюсь лет, наверное, 17-18. И как бы знаю, что и как. Но, как говорится, всегда надо перестраховаться. Ладно, еще минут пять. И буду снова вытаскивать краболовку. Забросил краболовку. Сейчас подплываю ко второй, которую я только что бросил минут пять назад. Но обдирают быстро. Голодный сегодня, поэтому долго оставлять в воде не хочу. Иначе останусь без курицы очень быстро. Зачем их просто так кормить? Сейчас посмотрим, есть ли что-нибудь в этой. Поднимаю. Ну, немного. Если есть, то немного. А нет, пустая вообще. Ладно, так далеко они не водятся. Видимо, надо поближе к берегу бросить. Травы очень много. Набивается. Так, ну посмотрим, есть ли что-нибудь в этот раз или нет. Какой-то вес есть, но немного. Два краба. Ну, вот этот я вижу, что он хороший. Я его сразу здесь брошу, чтобы потом рыболовку снова закинуть. Раз. Второго выкину. Сейчас, он как раз ко мне ползет. Иди сюда. Давай, беги. Этот хороший, правда, без одной клешни, но ничего. Ладно, думаю, потихонечку наковыряем что-нибудь. Пойдем. Продолжение следует... 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 вода чистая так что условия неплохие вот такая джига они приходят разного размера вернее и размеры и и цветов это вот такой вот голубовато черной спинкой 2 унции что-то есть хорошо упирается долин код ребята зубастый терпух сейчас мы померяем он должен быть от хвоста до этого места но коротковат ладно будем отпускать ах жалко мало вот такой красавица зубастый ладно будем искать его папу что-то тяну на волне выходит что это такое о хороший каменный окунь ребята хороший хороший вот такой красавец вот сейчас отлично такая вот рыба какой неплохой где-то я думаю под килограмм отлично с почином вот он такой что-то зацепилась но по-моему не очень крупная сначала как-то дергалась а сейчас перестала сейчас посмотрим да наверное что-то не очень не очень такое вообще-то неплохой а сошел такая жалость вон тележка плавает занырнул рыба мою пугает еще опять на самом падении внизу взял около дна но не знаю пока что это пока не знаю что это сейчас посмотрим а сошел даже не увидел что это было но не крупный что-то попалась пока не знаю что но упирается неплохо сейчас на волне попробую его подтащить не могу сказать пока что это похоже неплохой black rock сейчас подожду волна когда придет вот так вот и подтащу его сюда красавец хороший хороший примерно такой же как и другой вот такая рыба зацепился за один крючок но зацепился хорошо ладно уже 2 вот такой хороший опять что-то папку зацепилась сейчас посмотрим что это дергается неплохо но не крупный по моему сейчас посмотрим а да это обыкновенный терпук таких я не беру а отпускаю вот друзья вот такие два оконя неплохие чуть больше средний это чуть больше плюс 4 краба то есть на жарёху хватит поеду домой время уже одиннадцатый час уже ловить практически невозможно потому что прилив пошел и уже немного опасно здесь стоять иногда приходит высокая волна поэтому рисковать не стоит неплохой день снова конечно хотелось чтобы крабу было больше крабы сами были побольше но в виде в этом году пока еще почему-то сезон не особо идет ладно еще раз съезжу за крабы может быть через 2-3 недели посмотрим а сейчас поеду домой все доверимся вернулся домой вот мой сегодняшний улов два таких замечательных окуня и 4 желающих быть лучшими крабика уж очень они маловаты ну ладно что есть как говорится то есть сейчас сейчас у меня вода уже кипит здесь уже добавлено большое количество соли то есть соли я не жалею перекладываю крабов в кипяток все четыре сразу у меня войдут три и последний четыре даю чтобы вода закипела и после этого отсчитываю восемь минут крабы маленькие восьми минут будет вполне достаточно чтобы они кипели в воде после этого достану охлажу и почищу а в это время сделаю разрезу два окуня на филе как раз мне займет минут десять чтобы это сделать ладно начну заниматься прошло восемь минут после того как вода закипела я выключаю плиту пахнет очень вкусно пахнет морем таким морепродуктами я начинаю выкладываю краб красавцы три давайте я этого положу сразу чтобы его остудить я ничего не сегодня не ел еще берег себя на пира на пира такие крабы это я сейчас немножко остужу ну и все в принципе уже можно его чистить тарелочка так ну вот некоторые едят вот это дело вот эту водичку кашицу как я не знаю супчик этот крабий но ребят есть такое понятие как красные приливы это когда цветут морские водоросли и это в это время они вырабатывают довольно таки неприятные неприятные токсичные вещества потом эти токсичные вещества попадают во всякие моллюски ракушки мидии вот а крабы естественно питаются всем этим делом и поэтому я как бы я пробовал это да неплохо но я как говорится воздерживаюсь чтобы потреблять вот это дело потому что один раз я отравился морепродуктами пришлось кишечник промывать и поэтому я уже не рискую вот ну а здесь отрываются вот это все ненужные части горячий он еще правда вот это отрывается глаза голова что здесь такое еще и потом просто вот так вот ломается вся вот эта бяка вытряхается ну вот все что остается у нас готовые готовые потреблению сейчас я это дело распробую как следует вот готовые крабы вот этого я уже почистил сейчас буду его уминать маловато конечно но ничего начнем наверно с клешни самого вкусного я сейчас масло с чесноком не топил прямо так в торопях скушаю потому что мне надо за ребенком в сарике ехать поэтому вот такой вот крабе мясо свежее класс давно крабов не ел прямо обалдеть самая тема крабы полные они видимо еще свой новый новый панцирь старый панцирь не поменяли вот замечательно свежее крабе мясо это отлично ладно друзья буду заканчивать надеюсь вам это видео понравилось до следующих раз всего вам хорошего увидимся в недалеком будущем пока 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 не пока 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 Субтитры подогнал «Симон»